Иван Сергеевич Тургенев. Бежен лук. Из записок охотника. Как перед бурей. Но светлая и приветно-лучезарная. Мирно всплывает под узкой длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками. Блеск их подобен блеску кованого серебра. Но вот опять хлынули играющие лучи. И весело, и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков. Золотисто-серых, снежными, белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разливавшейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы. Они почти не трогаются с места. Далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся. Синевы между ними уже не видать, но сами они так же лазурны, как небо. Они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Свет небосклона, легкий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков. Нигде не темнеет, не густеет гроза. Разве кое-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы. То сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают. Последние из них, черноватые и неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца. На месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно взошло на небо, алое сияние стоит недолго время над подтемневшей землей. И, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены, светлые, но не яркие. На всем лежит печать какой-то трогательной кротости. В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда даже парит по скатам полей. Но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри круговорота, несомненный признак постоянной погоды, высокими белыми столбами гуляет по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой. Даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба. В такой точно день охотился я однажды за тетеревами в Чернском уезде Тульской губернии. Я нашел и настрелял довольно много дичи. Наполненный ягдаж немилосердно резал мне плечо. Но уже вечерняя заря погасла, и в воздухе еще светлом, хотя не озаренным более лучами закатившегося солнца, начинали густеть и разливаться холодные тени, когда я решился, наконец, вернуться к себе домой. Быстрыми шагами прошел я длинную площадь кустов, взобрался на холм, и вместо ожиданной знакомой равнины с дубовым леском направо и низенькой белой церковью в отдалении увидал совершенно другие мне неизвестные места. У ног моих тянулась узкая долина, прямо напротив крутой стеной возвышался частый осенник. Я остановился в недоумении. Оглянулся. «Эгэ», — подумал я, — «да это я совсем не туда попал, и я слишком забрал вправо». И сам, дивясь своей ошибки, проворно спустился с холма. Меня тотчас охватила неприятная, неподвижная сырость, точно я вошел в погреб. Густая высокая трава на дне долины, вся мокрая, белела ровной скатертью. Ходить по ней было как-то жутко. Я поскорее выкарабкался на другую сторону и пошел, забирая влево, вдоль осинника. Летучие мыши уже носились над его заснувшими верхушками, таинственно кружась и дрожа на смутном ясном небе. Резво и прямо прилетел в вышине запоздалый истребок, спеша в свое гнездо. «Вот как только я выйду на тот угол, — думал я про себя, — тут сейчас же и будет дорога. А сверсту укрюку я дал. Я добрался, наконец, до угла леса, но там не было никакой дороги. Какие-то некошенные низкие кусты широко расстилались передо мною, а за ними далеко-далеко виднелось пустынное поле. Я опять остановился. Что за притча? Да где же я? Я стал припоминать, как и куда ходил в течение дня. «Э, да это парахинские кусты! — воскликнул я, наконец. Точно! Вот это должно быть Синдеевская роща! Да как же это я сюда зашел? Так далеко? — странно. Теперь опять нужно вправо взять». Я пошел вправо через кусты. Между тем ночь приближалась и росла, как грозовая туча. Казалось, вместе с вечерними парами отовсюду поднималась, и даже с вышины лилась темнота. Мне попалась какая-то неторная заросшая дорожка, и я отправился по ней, внимательно поглядывая вперед. Все кругом быстро чернело и утихало. Одни перепела изредка кричали. Небольшая ночная птица, неслышно и низко мчавшаяся на своих мягких крыльях, почти наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону. Я вышел на опушку кустов и побрел по полю межой. Уже я с трудом различал отдаленные предметы. Поле неясно белело вокруг. За ним, с каждым мгновением надвигаясь, громадными клубами вздымался угрюмый мрак. Глухо отдавались мои шаги в застывающем воздухе. Побледневшее небо стало опять синеть, но то уже была синева ночи. Звездочки замелькали, зашевелились на нем. Что я был и принял за рощу, оказалось темным и круглым бугром. «Да где же это я?» — повторил я опять вслух. Остановился в третий раз и выпросительно посмотрел на свою английскую желто-пегую собаку Дианку, решительно умнейшую изо всех четвероногих тварей. Но умнейшая из четвероногих тварей только повиляла хвостиком, уныло моргнула усталыми глазками и не подала мне никакого дельного совета. Мне стало совестно перед ней, и я отчаянно устремился вперед, словно вдруг догадался, куда следовало идти. Обогнул бугор и очутился в неглубокой, кругом распаханной лощине. Странное чувство тотчас овладело мной. Лощина эта имела вид почти правильного котла с пологими боками. Над нею торчало стаймя несколько больших белых камней. Казалось, они сползлись туда для тайного совещания. И до того мне было немо и глухо, так плоско, так уныло висело над нею небо, что сердце у меня сжалось. Какой-то зверек слабо и жалобно пискнул между камней. Я поспешил выбраться назад на бугор. До сих пор я все еще не терял надежды сыскать дорогу домой, но тут я окончательно удостоверился в том, что заблудился совершенно. И уже нисколько не стараясь узнавать окрестные места, почти совсем потонувшие во мгле, пошел себе прямо, по звездам, на удалую. Около получаса шел я так, с трудом переставляя ноги. Казалось, отруду не бывал я в таких пустых местах. Нигде не мерцал огонек, не слышалось никакого звука. Один пологий холм сменялся другим, поля бесконечно тянулись за полями. Кусты словно вставали вдруг из земли перед самым моим носом. Я все шел и уже собирался было прилечь где-нибудь до утра, как вдруг очутился над страшной бездной. Я быстро отдернул занесенную ногу и сквозь едва прозрачный сумрак ночи увидел далеко под собой огромную равнину. Широкая река огибала ее уходящим от меня полукругом. Стальные отблески воды, изредка и смутно мерцая, обозначали ее течение. Холм, на котором я находился, спускался вдруг почти отвесным обрывом. Его громадные очертания отделялись чернее от синеватой воздушной пустоты. И прямо подо мной, в углу, образованном тем обрывом и равниной, возле реки, которая в этом месте стояла неподвижным темным зеркалом, под самой кручью холма красным пламенем горели и дымились вдруг под ледрушки два огонька. Вокруг них копошились люди. Колебались тени, иногда ярко освещалась передняя половина маленькой кудрявой головы. Я узнал, наконец, куда я зашел. Этот луг славится в наших околотках под названием «Бежина луга». Но вернуться домой не было никакой возможности, особенно в ночную пору. Ноги подкашивались подо мной от усталости. Я решился подойти к огонькам и в обществе тех людей, которых принял за гуртовщиков, дождаться зари. Я благополучно спустился вниз, но не успел выпустить из рук последнюю ухваченную мною ветку, как вдруг две большие белые лохматые собаки со злобным лаем бросились на меня. Детские звонкие голоса раздались вокруг огней. Два-три мальчика быстро поднялись с земли. Я откликнулся на их вопросительные крики. Они подбежали ко мне и отозвали тотчас собак, которых особенно поразило появление моей Дианки, и я подошел к ним. Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, за гуртовщиков. Это просто были крестьянские ребятишки из соседних деревень, которые стерегли табун. В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас на ночь кормиться в поле. Днем мухи и оводы не дали бы им покоя. Выгонять перед вечером и пригонять на утренний заре табун – большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушубках на самых бойких клечонках, мчатся они с веселым яконем и криком, болтая руками и ногами, высоко подпрыгивают, звонко кохочет. Легкая пыль желтым столбом поднимается и несется по дороге. Далеко разносится дружный топот, лошади бегут, навострив уши. Впереди всех задравших хвост и беспрестанно меняя ногу скачет какой-нибудь рыжий космач с репейниками в спутанной греве. Я сказал мальчикам, что заблудился и подсел к ним. Они спросили меня, откуда я, помолчали, посторонились. Мы немного поговорили. Я прилег под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. Картина была чудесная. Около огней дорожало и как будто замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение. Пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за черту того круга быстрые отблески. Тонкий язык света лизнет голой сучей лозняка и разом исчезнет. Острые длинные тени, врываясь на мгновение, в свою очередь добегали до самых огоньков. Мрак боролся со светом. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова. Гнидая с извилистой проточенной или вся белая, внимательно и тупо смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и снова опускаясь, тотчас скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещенного места трудно разглядеть, что делается в потемках, и потому вблизи все казалось задернутым почти черной завесой. Но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Темно-чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах, запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шума. Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба, и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебанной, набежавшей волной. Одни огоньки тихонько потрескивали. Мальчики сидели вокруг их, тут же сидели те две собаки, которым так было захотелось меня съесть. Они еще долго не могли примириться с моим присутствием, и сонливо щурясь и косясь на огонь, изредка рычали с необыкновенным чувством собственного достоинства. Сперва рычали, а потом слегка визжали, как бы сожалея о невозможности исполнить свое желание. Всех мальчиков было пять – Федя, Павлуша, Илюша, Костя и Ваня. Из их разговоров я узнала их имена и намерен теперь же познакомить с ними читателя. Первому, старшему за всех Феде, вы бы дали лет четырнадцать. Это был стройный мальчик с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянно полувеселой, полурассеянной улыбкой. Он принадлежал, по всем приметам, к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так для забавы. На нем была пестрая ситцевая рубаха с желтой каемкой. Небольшой новый армячок, надетый в накидку, чуть держался на его узеньких плечиках. На голубеньком поясе висел гребешок. Сапоги его с низкими голенищами были точно его сапоги, не отцовские. У второго мальчика Павлуши волосы были всклоченные, черные глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный. Вся голова огромная, как говорится, с пивной котел, тело приземистое, неуклюжее. Малый был неказистый, что и говорить, а все-таки он мне понравился. Глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила. Одежды свою он щеголять не мог. Вся она состояла из простой замашенной рубахи, да и из заплатных портов. Лицо третьего Илюши было довольно незначительно. Горбоносое, вытянутое, подслеповатое. Оно выражало какую-то тупую болезненную заботливость. Сжатые губы его не шевелились, сдвинутые брови не расходились. Он словно все щурился от огня. Его желтые, почти белые волосы торчали острыми косицами из-под низенькой волочной шапочки, которую он обеими руками то и дело надвигал себе на уши. На нем были новые лапти и онучи. Толстая веревка, три раза перевитая вокруг стана, тщательно стягивала его опрятную черную свитку. И ему и Павлушу на вид было не более двенадцати лет. Четвертый Костя, мальчик лет десяти, возбуждал мое любопытство своим задумчивым и печальным взором. Все лицо его было невелико, худо, в веснушках, к низу заострено, как у белки. Губы едва было можно различить, но странные впечатления производили его большие, черные, жидким блеском блестевшие глаза. Они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке, на его языке, по крайней мере, не было слов. Он был маленького роста, сложения тщедушного и одет довольно бедно. Последнего Ваню я сперва было и не заметил. Он лежал на земле, смирнехонько прикорнув под угловатую рогожку. И только изредка выставляя из-под нее свою русую кудрявую голову. И этому мальчику было всего лет семь. Итак, я лежал под Костиком в стороне и поглядывал на мальчиков. Небольшой котельчик висел над одним из огней, и в нем варились картошки. Павлушин наблюдал за ним и, стоя на коленях, тыкал щепкой в закипавшую воду. Федя лежал, опершись на локоть и раскинув полы своего армика. Илюша сидел рядом с Костей и все так же напряженно щурился. Костя понурил немного голову и глядел куда-то вдаль. Ваня не шевелился под своей рогожей. Я притворился спящим. Понемногу мальчики опять разговаривались. Сперва не покалякали о том, о сём, о завтрашних работах, о лошадях. Но вдруг Федя обратился к Илюше и, как бы, возобновляя прерванный разговор, спросил его. — Ну, и что же ты, так и видел домового? — Нет, я его не видал. Да его и видеть нельзя, — отвечал Илюша сиплым и слабым голосом, звук которого как нельзя более соответствовал выражению его лица. — Да и не я один. — А он у вас где водится? — спросил Павлуша. — В старой Рольне. — А разве вы на фабрику ходите? — Как же ходим? Мы с братом, с Авдюшкой, в лесовщиках состоим. — Вишь ты, фабричные. — Ну, так как же ты его слышал? — спросил Федя. — А вот как. Пришлось нам с братом Авдюшкой, да с Фёдором Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другим Ивашком, что с Красных Холмов, да ещё с Ивашкой Сухоруковым, да ещё были там другие ребятишки. Всего был у нас ребяток человек десять, как есть вся смена. — Ну, а пришлось нам в Рольне заночевать. То есть не то, чтобы так пришлось, а Назаров надсмотрщик запретил, говорит, что, мол, вам ребяткам домой таскаться, завтра работы много, так вы, ребятки, домой не ходите. Вот мы остались и лежим все вместе, и зачал Авдюшка говорить, что, мол, ребята, ну как домовой придёт? И не успел он Авдей-то проговорить, как вдруг кто-то над головами у нас и заходил. Ну, а лежали-то мы внизу, а заходил он наверху у колеса. Слышим и ходит. Доски под ним так и гнутся, так и трещат. Вот прошёл он через наши головы. Вода вдруг по колесу так зашумит, зашумит, застучит. Застучит колесо, завертится. Ну, а застовки у дворца-то спущены. Дивимся мы, кто же это их поднял, что вода пошла. Однако колесо повертелось, повертелось, да и стало. Пошёл тот опять к двери наверху, да по лестнице спущаться стал. И этак спущается, словно не торопится. Ступеньки под ним так даже и стонут. Ну, подошёл тот к нашей двери, подождал, подождал. Дверь вдруг вся так и распахнулась. Сплохнулись мы, смотрим, ничего. Вдруг, глядь, у одного чана форма зашевелилась. Поднялась, окунулась. Походила, походила я так по воздуху, словно кто её полоскал, да и опять на место. Потом у другого чана крюк снялся с гвоздя, да опять на гвоздь. Потом будто кто-то к двери пошёл. Да вдруг как закашляет, как запёрхает, словно овца какая. Да зычно так. Мы все так ворохом и свалились, вдруг под дружку полезли. Уж как же мы напужались от упору. Вишь, как, промолвил Павел. Чего же он раскашлялся? Не знаю, может, от сырости. Все помолчали. А что, спросил Федя, картошки сварились? Павлуша пощупал их. Нет ещё сыры. Вишь, плеснуло. Прибавил он, повернув лицо в направлении реки. Должно быть чука. А вон звёздочка покатилась. Нет, я вам что, братцы, расскажу, заговорил Костя тонким голоском. Послушайте-ка, намеднись, что тятя при мне рассказывал. Ну, слушаем, с покровительствующим видом сказал Федя. Вы ведь знаете Гаврилу Слободского плотника? Ну да, знаем. А знаете ли, отчего он такой всё невесёлый? Всё молчит, знаете? Вот отчего он такой невесёлый. Пошёл он раз, тятенька говорил. Пошёл он, братцы мои, в лес по орехе. Вот пошёл он в лес по орехе, да и заблудился. Зашёл, бог знает, куда и зашёл. Уж он ходил, ходил, братцы мои, нет. Не может найти дороги. А уж ночь на дворе. Вот и присел он под дерево. Давай, мол, дождусь утра. Присел и задремал. Вот задремал, и слышит вдруг, тот его зовёт. Смотрит, никого. Он опять задремал, опять зовут. Он опять глядит, глядит. А перед ним на ветке русалка сидит. Качается и его к себе зовёт. А сама помирает с осмеху, смеётся. А месяца светит сильно. Так сильно, явственно светит месяц. Всё, братцы мои, видно. Вот зовёт она его, а такая вся сама светленькая, беленькая, сидит на ветке, словно плотичка какая или пескарь. А то вот ещё карась бывает такой белосоватый, серебряный. Гаврил-то плотник так и омер, братцы мои. А она, знай, хохочет, да его всё к себе так рукой зовёт. Уж Гаврила был и встал. Послушался был русалке, братцы мои. Да знать Господь его надоумил. Положил таки на себя крест. А уж как ему было трудно крест-то класть, братцы мои. Говорит, рука просто как каменная, не ворочается. Ах ты, эдак и а! Вот как положил он крест, братцы мои. Русалочка-то и смеяться перестала. Да вдруг как заплачет. Плачет она, братцы мои, глаза волосами утирает. А волосы у неё зелёные, что твоя конопля. Вот поглядел, поглядел на неё Гаврила. Да и стал её спрашивать. Чего ты, лесное зелье, плачешь? А русалка-то как взговорит ему? Не креститься бы тебе, говорит человече. Жить бы тебе со мной на веселье до конца дней. А плачу я, убивайся от того, что ты крестился. Да не я одна убиваться буду. Убивайся же и ты до конца дней. Тут она, братцы мои, пропала. А Гавриле тотчас и понятственно стало, как ему из леса-то есть выйти. А только с тех пор вот он невесёлый ходит. Эка, проговорил Федя после недолгого молчания. Да как же это может эта колесная нечисть христианскую душу спортить? Он же её не послушался. Да вот поди ты, сказал Костя. И Гаврила боял, что голосок, мол, у неё такой тоненький, жалобный, как у жабы. Твой батька сам это рассказывал, продолжал Федя. Сам. Я лежал на палате, всё слышал. Чудное дело. Чего ему быть невесёлым? А знать, он ей понравился, что позвала его. Да, понравился, подхватил Илюша. Как же, защекотать она его хотела. Вот что она хотела. Это их не делай, этих русалок-то. А ведь вот и здесь должны быть русалки, заметил Федя. Нет, отвечал Костя. Здесь место чистое, вольное. Одно, река близко. Все смолкли. Вдруг где-то в отдалении раздался протяжный, звенящий, почти стенящий звук. Один из тех непонятных ночных звуков, которые возникают иногда среди глубокой тишины. Поднимаются, стоят в воздухе и медленно разносятся, наконец как бы замирая. Прислушаешься, и как будто нет ничего, а звенит. Казалось, кто-то долго-долго прокричал под самым небосклоном, кто-то другой как будто отозвался ему в лесу тонким острым хохотом. А слабый шипящий свист промчался по реке. Мальчики переглянулись, вздрогнули. С нами крестная сила, шепнул Илья. — Эх вы, вороны! — крикнул Павел. — Чего сполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились! Все пододвинулись к котельчику и начали есть дымящийся картофель. Один Ваня не шевельнулся. — Что же ты? — сказал Павел. — Но он не вылез из-под своей рогожки. Котельчик вскоре весь опорожнился. — А слыхали вы, ребятки, — начал Илюша, — что на меднес у нас на Варновицах приключилось. — На плотине-то? — спросил Федя. — Да-да, на плотине, на прорванной. Вот уж нечистое место, так нечистое. И глухое такое. Кругом все такие буераки, овраги, а в оврагах все козюли водятся. — Ну, что такое случилось, сказывай. — А вот что случилось. Ты, может быть, Федя, не знаешь, а только там у нас утопленник похоронен. А утопился он давным-давно, как пруд еще был глубок. Только могилка его еще видна, да и та чуть видна. Так, бугорочек. Вот на днях зовет приказчик псаря Ермила, говорит, вступай, мол, Ермил, на пошту. Ермил у нас завсегда на пошту ездит. Собак-то он всех своих поморил, не живут они у него отчего-то. Так, так и никогда и не жили. А псарь он хороший, всем взял. Вот поехал Ермил за поштой, да и замешкался в городе. Ну, а едет назад уж он хмелен. А ночи светлая ночь, месяц светит. Вот и едет Ермил через плотину. Така уж его дорога вышла. Едет он и так, псарь Ермил, и видит. У утопленника на могилке барашек. Белый такой, кудрявый, хорошенький, похаживает. Вот и думает Ермил. Всем возьму его. Что ему так пропадать? Да и слез и взял его на руки. Ну, а барашек ничего. Вот идет Ермил к лошади. А лошадь от него таращится, храпит, головой трясет. Однако он ее отпрукал, сел на нее с барашком и поехал опять. Барашка перед собой держит. Смотрит он на него и барашка ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало Ермилу-то, псарю, что, мол, не помню, а чтобы так барана кому в глаза смотрели. Однако ничего, стал он его этак по шерсти гладить. Говорит. Биаша, биаша. Биаша. А баран-то вдруг как оскалит зубы. Да ему тоже. Биаша, биаша. Не успел рассказчик произнести это последнее слово, как вдруг обе собаки разом поднялись, судорожным лаем ринулись прочь от огня и исчезли во мраке. Все мальчики перепугались. Ваня выскочил из-под свои рогожи. Павлуша с криком бросился вслед за собаками. Лай их быстро удалялся. Послышалась беспокойная беготня встревоженного табуна. Павлуша громко кричал. Серый! Жучка! Через несколько мгновений Лай замолк. Голос Павла принесся уже издалека. Прошло еще немного времени, мальчики с недоумением переглядывались, как бы выжидая, что-то будет. Внезапно раздался топот скачущей лошади. Круто остановилась она у самого костра. И, уцепившись за гриву, проворно спрыгнул с нее Павлуша. Обе собаки также вскочили в кружок света и тотчас сели, высунув красные языки. «Что там? Что такое?» – спросили мальчики. «Ничего», – отвечал Павел, махнув рукою на лошадь. «Так, что-то собаки зачуяли. Я думал, волк», – прибавил он равнодушным голосом, проворно дыша всей грудью. «Я невольно полюбовался Павлушей. Он был очень хорош в это мгновение. Его некрасивое лицо, оживленное быстрой ездой, горело смелой удалью и твердой решимостью. Без хворостинки в руке ночью он, немало не колеблясь, поскакал один на волка. «Что за славный мальчик?» – думал я, глядя на него. «А видали их, что ли, волков-то?» – спросил трусишка Костя. «Их всегда здесь много», – отвечал Павел. «Да они беспокойны только зимой». Он опять прикорнул перед огнем. Садясь на землю, уронил он руку на мохнатый затылок одной из собак. И долго не поворачивало головы обрадованное животное, с признательной гордостью посматривая сбоку на Павлушу. Ваня опять забился под рогушку. «А какие-то нам Илюшка страхи рассказывал», – заговорил Федя, которому, как сыну богатого крестянина, приходилось быть запивалой. Сам же он говорил мало, как бы боясь уронить свое достоинство. Да и собак тут нелегко дернуло залаять. «А точно я слышала, это место у вас нечистое». «Варновидцы? Еще бы! Еще какое нечистое!» «Там не раз, говорят, старого барина видали, покойного барина. Ходит, говорят, в кафтане долгополом. И все это так охает, чего-то там на земле ищет. Его раз дедушка Трофимович повстречал. Что, мол, батюшка Иван Иванович, извольшься искать на земле?» «Он его спросил?» – перебил изумленный Федя. «Да, спросил». «Ну, молодец же после этого, Трофимович, ну, и что ж тот?» «Разрыв травы, – говорит, ищу. Да так глухо говорит, глухо, разрыв травы. А на что тебе, батюшка Иван Иванович, разрыв травы?» «Давит, говорит, могила, давит, Трофимович. Вон хочется, вон!» «Вишь, какой!» – заметил Федя. «Мало знать пожил». «Экай диво!» – промолвил Костя. «Я думал, покойников можно только в родительскую субботу видеть». «Покойников во всяк час видеть можно!» С уверенностью подхватил Илюша, который, сколько я мог заметить, лучше других знал все сельские поверья. «Ну, а в родительскую субботу ты можешь и живого видать, за кем, то есть в том году, очередь помирать. Стоит только ночью сесть на паперть на церковную, да и все на дорогу глядеть. Те и пойдут мимо тебя по дороге, кому, то есть, умирать в том году. Вот у нас в прошлом году баба Ульяна на паперть ходила». «Ну, и видала она кого-нибудь?» – с любопытством спросил Костя. «Как же?» Первонаперво она сидела долго-долго, никого не видала и не слыхала. Все как будто собачка эта клаит, залает где-то. Вдруг смотрит, идет по дорожке мальчик в одной рыбашонке. Она приглянулась, и ваш к Федосеев идет. «Тот, что умер весной, – перебил Федя. Тот самый идет и головушки не подымает. А узнал его Ульяна. Ну, а потом смотрит, баба идет. Она вглядываться, вглядываться. Ах ты, Господи, сама идет по дороге, сама Ульяна!» «Неужто сама?» – спросил Федя. «Ей-богу, сама!» «Ну что ж, ведь она еще не умерла?» «Да год-то еще не прошло. А ты посмотри на нее, в чем душа держится!» Все опять притихли. Павел бросил горсть сухих сучьев на огонь. Резко зачернелись они на внезапно вспыхнувшем пламени. Затрещали, задымились и пошли коробиться, приподнимая обожженные концы. Отражение света ударило порывисто дрожа во все стороны, особенно кверху. Вдруг откуда ни возьмись белый голубок налетел прямо в это отражение, пугливо повертелся на одном месте, весь обливаясь горячим блеском, и исчез, звеня крылами. «Знать, от дому отбился», — заметил Павел. «Теперь будет лететь, покуда на что наткнется. И где ткнет, там и ночует до зари». «А что Павлуша промолвил кости? Неправедно ли эта душа летела на небо, ась?» Павел бросил другую горсть сучьев на огонь. «Может быть», — проговорил он наконец. «А скажи, пожалуй, Павлуша, — начал Федя, — что у вас тоже в Шаламове было, видать, предвидение-то небесное?» «Как солнце-то не стало видно?» «Как же!» «Чай напугались и вы?» «Да не мы одни, барин-то наш, Хоша, и толковал нам напередки, что, дескать, будет вам предвидение. А как затемнело, сам, говорят, так и перетрусился, что напади. А на дворовой избе баба-стрепуха так та, как только затемнела, слышь, взяла, да ухватом все горшки перебила в печи. Кому теперь есть, — говорит, — наступило светопредставление. «Так шти и потекли, а у нас на деревне такие, брат, слухи ходили, что, мол, белые волки по земле побегут, людей есть будут, хищная птица полетит, а то и самого Тришку увидят». «Какого-то Тришку?» — спросил Костя. «А ты не знаешь, — жаром подхватил Илюша. Но, брат, от Кентелева же ты, что Тришки не знаешь. Сидни же у вас в деревне сидят, вот уж точно Сидни. Тришка, это будет такой человек удивительный, который придет, а придет он, когда наступят последние времена. И будет он такой удивительный человек, что его и взять нельзя будет, и ничего ему сделать нельзя будет. Такой уж будет удивительный человек. Захотят его, например, взять христиане, выйдут на него с дубьем, отцепят его, а он им глаза отведет. Да отведет им глаза, что они же сами друг друга побьют. Вострокова посадят, например, он попросит водиться и спить в ковшике, ему принесут ковшик, а он нырнет туда, да и поминай, как звали. Цепи на него наденут, а он в ладошки затрепещется, они с него так и попадают. Ну и будет ходить этот Тришка по селам да по городам. И будет этот Тришка, лукавый человек, соблазнять народ христианский. Ну а сделать ему нельзя будет ничего. Уж такой он будет удивительный, лукавый человек. Ну да, продолжал Павел своим неторопливым голосом. Такой. Вот и вот и ждали у нас. Говорили старики, что вот, мол, как только предвидение небесное зачнется, так Тришка и придет. Вот и зачалось предвидение. Высыпал весь народ на улицу, в поле ждет, что будет. А у нас, вы знаете, место видное, привольное. Смотрит, вдруг от слободки с горы идет какой-то человек. Такой мудрёный, голова такая удивительная. Все как крикнут. Ой, Тришка идет, ой, Тришка идет. Да кто куды? Старца наш в канаву залез. Старостиха в подворотне застряла. Влагиматым кричит. Свою ж дворную собаку так запужала, Что та с цепи долой, да через плетень, да в лес. А Кузькин отец, Дорофеич, скачил в овес, Присел, да и давай кричать перепелом. А вось, мол, хоть птицу-то враг душегубец, пожалеет. Да кого-то все переполошились. А человек-то это шел, наш бачар вовила. Жбан себе новый купил, да на голову пустой жбан и надел. Все мальчики засмеялись и опять приумолкли. На мгновение. Как это часто случается с людьми, Разговаривающими на открытом воздухе. Я поглядел кругом. Торжественно и царственно стояла ночь. Сырую свежесть позднего вечера сменила полуночная сухая теплынь. Еще долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях. Еще много времени оставалось до первого лепета, До первых шорохов и шелестов утра, До первых росинок зари. Луны не было на небе. Она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли все, На перерыв мерцая по направлению Млечного пути. И, право глядя на них, Вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, Безостановочный бег земли. Странный, резкий, болезненный крик Раздался вдруг два раза сряду над рекой, И спустя несколько мгновений повторился уже далее. Костя вздрогнул. Что это? Это цапля кричит, спокойно возразил Павел. Цапля, повторил Костя. А что такое, Павлуш, я вчера слышал вечером, Прибавил он, помолчав немного. Ты, может быть, знаешь, что ты слышал? А вот что я слышал. Шел я из Скаймана и Гряды в Шашкино, А шел сперва все нашим орешником, А потом лужком пошел, знаешь, там, где он с угибелью выходит. Так ведь есть Бучила, знаешь, Он еще все камышом заросло. А вот пошел я мимо этого Бучила, Братцы мои, И вдруг из того-то Бучила, Как застонет кто-то, Да так жалостно, жалостливо, У-у-у-у-у-у. Страх такой меня взял, Братцы мои, Время-то позднее, Да голос такой болезный, Так вот, кажется, Сам бы и заплакал. Что бы это такое было, Ась? В этом Бучиле За прошлом лете Акима лесника утопили воры, Заметил Павлуша. Так может быть, Его душа жалобится? А ведь и то, Братцы мои, Возразил Костя, Расширив свои И без того Огромные глаза. Я и не знал, Что Акима В том Бучиле утопили, Я бы еще не так напужался. А то, говорят, Есть такие лягушки, Махоньки, Продолжал Павел, Которые так жалобно кричат. Лягушки? Ну нет, Это не лягушки, Какие-то? Цапля опять прокричала Над рекой. Эк, ее, Невольно признес Костя, Словно леший кричит. Леший не кричит, Он не мой, Подхватил Илюша. Он только в ладоши хлопает, Да трещит. А ты его видел, Лешего-то что ли? Насмешливо перебил его Федя. Нет, не видал, И сохрани бог его видеть. Ну а другие видели. Вот на днях он у нас Мужичка обошел, Водил, Водил его по лесу, И все вокруг одной поляны, Едва те к свету домой добился. Ну, И видел он его? Видел. Говорит, Такой стоит большой, Большой, Темный, Скутанный, И этак словно за деревом. Хорошенько не разберешь, Словно от месяца прячется. И глядит, Глядит глазищами-то, Моргает ими, Моргает. Эх ты, Воскликнул Федя, Слегка взрогнув И передернув плечами. Пфу! И зачем эта погонь Свети развелась, Заметил Павел. Не понимаю права. Не бронись, Смотри, Услышат, Заметил Илья. Настало опять молчание. Гляньте-ка, Гляньте-ка, Ребятки, Раздался вдруг Детский голос Вани. Гляньте на божьи звездочки, Что пчелки роются. Он выставил Свою свежее личико Из-под рогожи, Оперся на кулачок И медленно поднял Кверху Свои большие Тихие глаза. Глаза всех мальчиков Поднялись к небу И нескоро Опустились. А что, Ваня, Ласково заговорил Федя, Что твоя сестра, Анютка, Здоровая? Здорово, Отвечал Ваня Слегка к Ортаве. Ты ей скажи, Что она к нам Отчего не ходит? Не знаю. Ты ей скажи, Чтоб она ходила? Скажу. Ты ей скажи, Что я ей гостинца дам? А мне дашь? И тебе дам. Ваня вздохнул. Ну нет, Мне не надо. Да уж лучше ей, Она такая у нас добренькая. И Ваня Опять положил Свою голову на землю. Павел встал И взял в руки Пустой котельчик. Куда ты? Спросил его Федя. К реке водица зачерпнуть. Водица захотелось испить. Собаки поднялись И пошли за ним. Смотри, Не упади в реку! Крикнул ему вслед Илюша. Отчего ему упасть? Сказал Федя. Он остережется. Да, Стережется. Всяко бывает. Он вот нагнется, Станет черпать воду, А водяной его за руку схватит, Да потащит к себе. Станет потом говорить, Упал, Дескать, Малый в воду. А какой упал? Вон, Вон в камыши полез, Прибавил он, Прислушиваясь. Камыши точно, Развегаясь, Шуршали, Как говорится у нас. А правда ли, Спросил Костя, Что Акулина дурочка С тех пор и рехнулась, Как в воде побывала? С тех пор, Какова теперь? Ну, А говорят, Прежде красавица была. Водяной ее испортил. Знать не ожидал, Что ее скоро вытащут. Вот он ее там у себя Над ней и испортил. Я сам не раз встречал Эту Акулину, Покрытой лохмотьями, Страшно худая, С черным, Как уголь лицом, Помутившимся взором И вечно оскаленными зубами. Топчется она По целым часам На одном месте, Где-нибудь на дороге, Крепко прижав Кослявые руки к груди И медленно переваливаясь С ноги на ногу, Словно дикий зверь в клетке. Она ничего не понимает, Что бы ей не говорили, И только изредка Судорожно хохочет. А говорят, Продолжал Костя, Акулина от того В реку и кинулась, Что ее полюбовник обманул. От того самого. А помнишь, Васю печально прибавил Костя? Какого Васю? Спросил Федя. А вот того, Что утонул, Отвечал Костя, В этой вот самой речке. Уж какой же мальчик был, И их какой мальчик был, Мать-то его феклиста, Уж как же она его любила, Вася. И словно чуяла она феклиста-то, Что ему от воды Погибель произойдет. Бывало, Пойдет от Васи с нами, С ребятками, Летом к речку купаться, А она так вся и встрепещется. Другие баб ничего, Идут себе мимо, С корытами перевариваются, А феклиста поставит Коры-то на землю, Станет его кликать. Вернись, Мол, Вернись, Мой Светик, Ох, Вернись, Соколик. И как утонул, Господь знает, Играл на бережку, И мать тут же была, Сено сгребала, Вдруг слышит, Словно кто пузыри По воде пускает. Глядь, А только уж одна Васина Шапонька по воде плывет. Ведь вот с тех пор И феклиста не в своем уме, Придет, Да и ляжет на том месте, Где он утоп, Ляжет, братца мои, Да и затянет песенку, Помните? Вась-то все такую песенку певал, Вот ее-то она и затянет, А сама плачет, плачет, Горько Богу жалится. А вот Павлуша идет, Молвил Федя. Павел подошел к огню С полным котельчиком в руке. Что, ребята, Начал он помолчав, Неладное дело. А что, Торопливо спросил Костя. Я Васин голос слышал, Все так и взрогнули. Что ты, что ты, Прилепетал Костя. Ей-богу, Только стал я к воде нагибаться, Слышу, вдруг зовут меня это Квасиным голоском, И словно из-под воды. Павлуша, А, Павлуша. Я слушаю, А тот опять зовет. Павлуша, Пойте сюда. Я отошел, Однако воды зачерпнул. Ах ты, Господи, Ах ты, Господи, Проговорили мальчики, Крестясь. Ведь это тебя водяной звал Павел, Прибавил Федя. А мы только что о нем, А Вася-то говорили. Ах, Это примета дурная, С расстановкой Проговорил Илюша. Ну ничего, Опущай, Произнес Павел решительно, И сел опять. Свои судьбы не минуешь. Мальчики приутихли. Видно было, Что слова Павла Произвели на них Глубокое впечатление. Они стали укладываться Перед огнем, Как бы собираясь спать. Что это? Спросил друг Костя, Приподняв голову. Павел прислушался. Это кулички летят, Посвистывают. Куда же они летят? А туда, Где, говорят, Зимы не бывает. А разве есть такая земля? Есть. Далеко, 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 За теплыми морями. Костя вздохнул И закрыл глаза. Уже более трех часов Протекало с тех пор, Как я присоседился К мальчикам. Месяц зашел, Наконец, Я его не тотчас заметил. Так он был мал И узок. Эта безлунная ночь, Казалось, Была все так же великолепна, Как и прежде. Но уже склонились К темному краю земли Многие звезды, Еще недавно Высоко стоявшие На небе. Все совершенно Затихло кругом, Как обыкновенно Затихает все Только к утру. Все спало Крепким, Неподвижно, Предрассветным сном. Воздухе уже Не так сильно пахло, В нем Снова как будто Разливалась сырость. Недолгие летние ночи. Разговор мальчиков Угасал вместе с огнями. Собаки даже дремали. Лошади, Сколько я мог Различить, Причуть, Брежущим, Слабо льющимся Свете звезд, Тоже лежали, Понурив головы. Сладкое забытье Напало на меня. Оно перешло В дремоту. Свежая струя Пробежала По моему лицу. Я открыл глаза, Утро зачиналось. Еще нигде Не румянилась заря, Но уже Забелелась на востоке. Все стало видно, Хотя смутно Видно кругом. Бледно-серое небо Светлело, Холодело, Синело. Звезды То мигали Слабым светом, То исчезали. Отсырела земля, Запотели листья, Кое-где Стали раздаваться Живые звуки, Голоса и жидкий Ранний ветерок Уже пошел Бродить и порхать Над землею. Тело мое Ответило ему Легкой, Веселой дрожью. Я проворно Встал И подошел К мальчикам. Они все спали Как убитые Вокруг тлеющего костра. Один Павел Приподнялся До половины И пристально Поглядел на меня. Я кивнул ему Головой И пошел Восвоясь Вдоль задымившейся Реки. Не успел я Отойти Двух верст, Как уже полились Кругом меня По широкому Мокрому лугу И спереди По зазеленевшимся Холмам От лесу До лесу И сзади По длинной Пыльной дороге По сверкающим Обогренным Кустам И по реке Стыдливо Синевшей Из-под Редеющего Тумана Полились Сперва Алые Потом красные Золотые Потоки Молодого Горячего Света Все Зашевелилось Проснулось Запело Зашумело Заговорило Всюду Лучистыми Алмазами Зарделись Крупные Капли Росы Мне Навстречу Чистые И ясные Словно Тоже Обмытые Утренней Прохладой Принеслись Звуки Колокола И вдруг Меня мимо Погоняем И знакомыми Мальчиками Промчался Отдохнувший Табун Я к сожалению Должен Прибавить Что в том же Году Павла Не стало Он не утонул Он убился Упав с лошади Жаль Славный Был парень